Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Глава МИД Инди Субраманем Джей Шанкар размазал австрийского журналиста на интервью, указав на лицемерие всей западной системы. Факты, как известно, упрямая вещь и с тезисами индийского дипломата поспорить действительно сложно. Как ему удалось выбить журналиста из Кали? Слово австрийца не то, что не сработали, а обернулись против него самого. Журналист задал вопрос про Россию, мол, как так выходит, что Инди не осуждает нас? На что Джей Шанкар невозмутимо ответил. «Послушайте, я могу привести вам много примеров стран, которые нарушили суверенитет. Вы знаете, если бы я спросил, какова позиция Европы по многим из этих кризисов, я боюсь, многие из этих европейских стран начали бы хранить молчание». Дипломат подчеркнул, что Индия во внешней политике стремится действовать со своими долгосрочными интересами и поддерживать то, что хорошо для мира в целом. Такой ответ австрийского журналиста аж подкосил, и он продолжил гнуть линию, стал чуть ли не обвинениями бросаться, указав на то, что индийцы мало того, что санкции не поддержали, так еще и импорт из РФ увеличили в пять раз. Но тирады оказались напрасными. Джей Шанкар отреагировал просто блестяще. «Вы знаете, Европа за тот же период экспортировала в шесть раз больше энергии, чем Индия. Если это вопрос принципа, почему Европа не остановила поставки в первый же день, почему мы не увидели полное прекращение импорта энергоносителей из России?» Он добавил, что ЕС урезал поставки удобным для себя образом. Индия же себе такого позволить не может, ибо доходы и возможности совсем другие. Впрочем, и Старый Свет отказался от российских ресурсов только для виду. От российского трубопроводного газа европейцы, может, и отказались, только вот импорт природного газа удивительным образом растет. По итогам первых семи месяцев 2023 года импорт российского природных газа вырос на 40%, с 15 миллионов до 22 миллионов куб. Это делает Россию вторым поставщиком топлива в ЕС после США. Евросоюз заменяет российский трубопроводный газ на природный газ. Доля российского топлива в импорте блока выросла примерно до 15%, следует из расчетов Reuters на основе статистики ЕС. А Джейшанкар тем временем продолжает уничтожать собеседника аргументами. Он вспомнил даже про то, что Запад поставлял Пакистану и подчеркнул, что Россия ни разу не нарушала интересы Индии. Потому и товароборот между Москвой и Дели бьет рекорды, и поставки нефти растут многократно. А Европа, кстати, более чем в два раза увеличила импорт нефтепродуктов из Индии со 111 тысяч баррелей в день, в 2022 году до 231 8 тысяч баррелей в день. Интересно, чья же это может быть нефть? Отвлечемся от интервью. Глава индийского МИДа успел раздать оплеухи западным политикам еще и на конференции в Германии. У него там попросили ответить в присутствии госсекретаря США Энтони Блинкина, мол, почему Дели продолжает закупать нефть у РФ, ведь можно сотрудничать с кем угодно. Джей Шанкар подтвердил, что у Инди много разных вариантов и добавил. Если я достаточно умен, чтобы у меня, у моей страны будет много опций, то вы должны восхищаться тем, как мы работаем, а не критиковать за это. В общем, пробежался он по больным мозолям Запада знатно. Никакая ходьба по гвоздям в сравнении не идет. Хотя если раскалить эти гвозди докрасно, можно будет уже сопоставить с причиненной западному мерку болью. Домик на Кипре, квартира в Швейцарии. Кого из депутатов расстроит новый запрет на выезд из России? Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России. Для кого-то это будет болезненно, семьи парламентариев скупали недвижимость в других странах. О ком идет речь? Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, порядки и в сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации, говорится в новом законе. По мысли его авторов, основной формой выезда парламентария в зарубеж должны стать только служебные поездки. Поездки с другими целями не возбраняются, но теперь законодатели обязаны отчитаться о том, куда они собираются, на какой срок и получить добро от руководства. В публичном поле эта инициатива объясняется необходимостью обеспечить безопасность самим депутатам и сенаторам, дескать, бесконтрольно выезжая за границу в период санкций и ограничений. Представители законодательной власти и их семьи рискуют, например, стать жертвами провокаций или быть похищенными. В этом случае вред будет нанесен не только им самим, но и нас, которые они представляют. Сложнее всего теперь придется тем членам Федерального Собрания, кто имеет за рубежом недвижимость и другие активы. Еще в 2020 году таких в Госдуме и Совете Федерации было 28 человек, 22 депутата и 6 сентября. С тех пор декларации парламентарий не публикуют и даже состав депутатов успел смениться. Последние выборы в Госдуму прошли в 2021 году. Большинство владельцев иностранной недвижимости из числа депутатов не смогли снова пройти в Госдуму. Но есть и те, кто остался. 63-летний депутат от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг – настоящий долгожитель Думы. Бывший директор Челябинского кузнечно-прессового завода первый раз избрался в парламент еще в 1995 году и с тех пор его стены не покидал. Сейчас он является председателем комитета Госдумы по монопольному рынку. За это время его семья вошла в список богатейших людей Челябинска. Жена Марина и сыновья Андрей и Дмитрий контролируют бизнес-империю, построенную на базе завода, которым некогда управлял глава семейства. Подготовку к Олимпийской игры в Париже. 2024 продолжают сопровождать скандалы, то политические, то экологические, то социальные. Чем ближе старт Олимпийских игр в Париже, тем больше разговоров о том, что главные летние спортивные старты четырехлетия будут одними из провальных в истории. Смотрю в нее, как в зеркало игры, открытой для всех. Фраза, которая стала девизом Олимпийских игр, ныне превратилась в откровенную насмешку, учитывая, какую сегрегацию устроил Международный Олимпийский комитет МОК. Но даже если дистанцироваться от всей грязи, которая облил Олимпийское движение сам МОК, проблему организаторов выше головы. В начале июня французский телеканал CNews опубликовал сюжет о том, что около 50 миллионов литров сточных вод попали в реку Сену, которая протекает через Париж из-за поломки системно-насосной станции. И это после того, как кризисные менеджеры отрапортовали о решении проблем с нашествием клопов, которые атаковали столицу Франции минувшей осенью, затем о ликвидации загрязнения сены в январе уже этого года. Стремясь убедить, что все в порядке, мэр Парижа Анны Дальго, которая не раз заявляла, что нами в городе не рады, и префект полиции Парижа Лоран Нунес обещали провести заплыв в реке. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже захотел искупаться, правда, сроков не называл. В ответ на это во Франции запустили сайт с призывом сходить в туалет в сену перед данным заплывом, мол, река и так полна того, что не тонет. Эдакий французский юмор. Выражение «выслать за 101-й километр» заиграло новыми красками перед Олимпиадой 1980 года, когда в Москве проводилась определенная чистка и некоторые категории граждан удалялись из столицы. Мера, в принципе, не новая, зато СМИ на Западе вовсе отмечали, мол, репрессии, насильственная высылка, все это возможно только в условиях президента. Подобные же публикации появлялись и накануне Олимпиады в Сочи. Но теперь на те же грабли наступили во Франции, причем в масштабах, несравнимых с советскими 1980 года. Британская The Guardian со ссылкой на доклад группы Le Revers de la Medaille, представляющей 90 ассоциаций, заявила, что из Парижа за последний год уже переселено 12 тысяч человек. Среди них бездомные, мигранты, семьи с детьми. Ранее мэр Эдальга обещала не прибегать к такого рода мерам, но, естественно, ни о каких компенсационных действиях речи нет. Французские активисты указывают, что людей выселяют в непригодные для жизни условия, а зачастую попросту выбрасывают вон. Да и местные жители в региональных городах далеко не рады строительству центров временного проживания. Так что властям приходится решать еще и эту проблему. Виновные, конечно же, известно отсутствие удовлетворительного ответа на вопрос, что делать, легко компенсировалось ожидаемым ответом на вопрос, кто виноват. Здесь в задаваемой новостной повестке двух мнений быть не может, конечно же, Россия. Американская корпорация Microsoft выступила с заявлением, что Россия активизировала кампанию дезинформации против предстоящих Олимпийских игр, МОК и правительство Франции. Прямых доказательств приведено не было, но кто их серьезно искал-то? Главное, сказать волшебные слова, highly likely, виноваты и мы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал огульной критикой и клеветой обвинения компании Microsoft. Стоит ли напоминать, что в 1980 году те же США призывали бойкотировать Олимпиаду в Москве и бойкотировали, а различные западные организации развернули настоящую истерию, требуя бойкота игр в Сочи. В разное время доставалось и играм в Пекине. У Китая тоже требовали все отобрать, а сейчас нет-нет, да находит китайский след.